Стоп! Цель этой подготовки, чтобы как можно больше людей, бойцов вернулось домой живыми. Граната осколочная, 200 метров этот разлёт. Её видно? Нет, нет. То есть вы можете идти, отлетает ручка, происходит взрыв. То есть у вас остаётся 3 секунды. От сработки до взрыва. Выстроились в боевой порядок, двигаемся в исходном направлении. Добрый день, зовут меня Илья, позывной лидер. Я предприниматель вообще, 30 лет назад в армию только последний раз бегу. Сейчас интересно и полезно. Меня зовут Алексей, я электромонтёр. Пришёл сюда, чтобы получить знания по начальной военной подготовке. Сегодня принимают участие на военно-полевом выходе порядка 15 человек. Ведут занятия, инструктора опытные. Это участники боевых действий. Это практики. Это специалисты в тех направлениях, по которым сегодня пройдут занятия. Закрываю ему спину, то есть перекрываю передний сектор, чтобы защитить его спину. Естественно, второй боец разворачивается на 180, перекрывает заднюю полушеру, даёт команду на передвижение третьему. 70% бойцов погибает от кровотечения, от осколочных ранений. Поэтому большое внимание сейчас на учениях уделяет тому, чтобы научить их себе и товарищу оказывать первую помощь. Для справки, если в первую минуту боец сам себе не сможет перетянуть руку или ногу, он потеряет сознание, а через три минуты он умрёт. Обратите внимание поближе, как Дмитрий это делал. Растягивает максимально жгут, перекрещивает его. А то, что мы здесь отрабатываем, наиболее приближено к тем ситуациям, которые могут быть встречены ребятами, как и в боевых действиях, как я сказал, так и в мирной жизни при чрезвычайных ситуациях. Люди буквально увязали в воде, в грязи, приходилось там переходить реку, перебираться вброд. Разные выстрелы, шумовые эффекты. Я поняла одно. Тогда, когда идёшь, передвигаешься в такой ситуации, какая-то команда, надо сразу падать. Прямо лицом грязь. Левый локоть вперёд, синхронно толкается правая нога, то есть разноимённая рука и нога двигаются. А сколько вообще надо человеку, который не служил в армии, времени, чтобы эти навыки набрать и быть, ну хотя бы какие-то там первичные навыки, быть на первичном уровне готовым? На уровне подсознания, чтобы это было, это нужно ежедневная наработка в течение месяца. Дух в товариществе очень крепок, и мы можем видеть это даже на занятиях, когда, казалось бы, сейчас идёт сплошная постановка, хотя, конечно, с дымом, с выстрелами. Тем не менее, они делают всё, чтобы в нужное время оказать нужную помощь. И даже тогда, когда звучит команда «Отбой», они не останавливаются. Они продолжают делать работу над ошибками, продолжают обсуждать и помогать друг другу, что-то перевязывать, передавать. Как настрой? Отлично. Слава России! Ура! Ура! Ура!